МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы в производственном цеху бренда «Максимовский продукт». Называется он так не случайно. В 2004 году он взял свое начало в селе Максимовка Акмолинской области. С 2016 года компания выпускает полюбившиеся всем колбасы и сосиски в столице. Как говорится, локация поменялась, но названия нет, потому что цех сделал себе имя и востребован на рынке. У нас, в принципе, все востребовано. В основном это полукопченые колбасы, ветчины, краковская колбаса. Вот ребята сейчас как раз ее вяжут. Мы все 20 лет, которые находимся в Астане и в области, скажем так, так как мы в Максимовке работали только на Астану в то время, у нас не было проблем, потому что мы всегда первое качество ставили, а потом уже объем. Сейчас у нас дистрибьюция – это Кустанайская, Акмолинская, Североказахстанская, Алматинская область. У нас есть дистрибьюторы – Карагандинская, Павладарская. И непосредственно львиная доля – это сам город Астана. И сейчас мы уже третий год развиваем экспорт в ближние зарубежья. Неплохо получается. Производство здесь, надо сказать, процесс интересный. Прежде чем стать колбасой и попасть к нам на стол, мясо проходит несколько этапов. Первый этап – так называемая обвалка. Обвальщики, их работа заключается в том, что они отделяют мясо от костей, разделяют их по, как сказать, запчастям, можно так сказать. Дальше это мясо у нас идет уже как основа для колбасы. Так как у нас производство халяль, мы используем мясо говядина, конина и мясо птицы. Ну, сколько в день туш принимаете здесь? Ну, каждый обвалщик у нас обваливает в день по две туши говядины. Все тырье приходит к нам сертифицированное. Мы смотрим все нормы, пробы, все сертификации, документы. Без таких либо разрешительных документов, проверок, мы не берем мясо. Далее идет подготовка фарша для колбасы. Наполнение оболочек, осадка, варка, копчение, сушка, маркировка и упаковка. В целом здесь производят около 80 наименований продукции. Сырье закупают отечественное. Например, говядина из Костанайской и Акмолинской областей. Поставки идут только из крупных компаний, птицефабрик и убойных площадок. Сам цех ежегодно проходит сертификацию и соответствует всем нормам и требованиям. Почти все процессы на производстве автоматизированы. Мы внедрили сейчас инновационные технологии. Это новая система, которая позволяет нам контролировать рецептуру самой колбасы. Точность, то до граммов ведется точность самых сырья и ингредиентов для колбасы. Работники взвешивают, проводят через весы. Можете увидеть, как это проводится. Здесь собирается мясной набор, который дальше потом загружается в оборудование. Мы не делаем каких-то громких реклам, рекламных компаний. Мы представлены на рынках, но тем не менее по сарафанному радио многие люди узнали о нашем продукте и приезжают в специальные места покупать ее. Периодически мы собираем фокус-группы, проводим дегустации, спрашиваем мнения наших потребителей, потому что прежде всего мы делаем продукцию для них. Поэтому для нас наш потребитель – это наша главная ценность. Кроме этого, компания социально ответственная и даже поддерживает детский спорт. Наша компания финансирует спортивную школу в селе Максимовка. Ее посещают 130 детей. Это такой центр притяжения для местной молодежи. Здесь производят около 80 видов колбасных изделий. И цепь работает уже 20 лет, неизменно соблюдая высокие стандарты качества и натуральности. Каждый этап от выбора свежего мяса до финальной упаковки контролируется, чтобы продукция соответствовала требованиям безопасности и вкуса. Знакомый и любимый вкус колбас и сосисок создает внимание в деталях и мастерствах. С вами была программа «Мэйденький Зет». До скорых встреч на производствах страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова